Китай и Россия активно развивают сотрудничество в космосе. Оценки сторон материалей наших коллег из БРИКС-ТВ. Китай в последние годы по праву может называться одним из лидеров в области освоения космоса. Страна уже несколько лет лидирует в мире по числу космических запусков. Также власти страны неоднократно заявляли, что открыты к международному сотрудничеству в космосе. Один из старейших партнеров Китая в этой сфере — Россия. В 2030-х стороны планируют совместно реализовать проект строительства на Луне международной станцией. Начали согласовывать лунные исследования уже давно. Луна — спутник Земли, к которому всё человечество проявляет интерес. Путём долгих согласований мы заключили этот меморандум. Российские коллеги были нашим примером в научной работе. Мы поддерживали друг друга, учились друг у друга. Наше сотрудничество имеет широкие перспективы. Для этого и спланировано множество ценных научно-исследовательских проектов. Один из них — Международная научная лунная станция. И, конечно, в области коммуникации, навигации, дистанционного зондирования и в прочих направлениях мы тоже будем находить всё новые и новые точки пересечения. У дружбы Китая и России в космосе давняя история. Ещё в 1956 и 1957 годах отец китайской космонавтики Цянь Сёсянь приезжал в Советский Союз, чтобы посетить Центр управления полётами и заводы, где производились ракеты-носители. Страны обменивались технологиями и опытом и по ракетным двигателям. Я полагаю, что в остальном то, что я видел, просто наши китайские партнёры сделали все новшества с современной вот той станцией, которую мы хотели бы посетить и которая была бы общей площадкой для совместных экспериментов. Экспериментов по работе с дальним космосом, по исследованию Луны, по проведению совместных проектов, связанных с освоением Марса. И вот те программы дальнего космоса, которым должно заниматься государство, как раз и является той основой нашего взаимодействия с нашими китайскими друзьями, которые мы видим для себя. По мнению Морозова, в будущем Китай и Россия могут открыть ещё больше возможностей для сотрудничества в космосе на равноправных и взаимовыгодных началах.